Американские компании, они сильны именно тем, что они торгуют на весь мир. А Европа-то замерзнет без российских нефти и газа, как думаешь? Была идея про работу вот через Эмираты в том числе, ну многие туда пошли, вот мы тоже пошли, сходили, посмотрели. Мы же все любим, да, говорить там вот про иксы, там про кратный рост, сейчас мы тут умножим, да, сделаем в разы больше. Добрый день! Это рубрика Equium Business Review. И сегодня у нас в гостях Сергей Дагадин, сооснователь компании United Solutions, которая занимается инжинирингом и автоматизацией в нефтегазовой отрасли. Между прочим, в нашей рубрике впервые гость из этой нефтегазовой отрасли. И поэтому нам очень интересно узнать, что же нас ждет, нас в целом, Россию, в целом, мир. Потому что, как известно, наша страна основную часть своих доходов получает именно из нефти и газа. Сергей, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, что, что, по твоему мнению, ожидает нефтегазовая отрасль в связи со всеми событиями последних лет? Ну, хочется сказать, что наверняка ничего плохого не ожидает, потому что отрасль уже достаточно старая, уже достаточно устоявшаяся. Есть механизмы регулировки в рамках этой отрасли, такие как ОПЕК+, например. И в целом происходит так или иначе в любое время развития разных стран, перераспределение ресурсов, перераспределение, изменение стоимости, точнее, на эти ресурсы. И так или иначе, Россия обладает очень мощными запасами, да, эти сказки про то, что сейчас у нас нефти осталось там на 10-20 лет. Ну, я в них, если честно, не верю, а у меня высшее образование. Я закончил горный институт имени Приханова. О, прекрасно! Да, да, то есть я горный инженер, вот, и, ну, предпосылок, что вот это вот именно отрасль, да, или там ее на наш век не хватит, ну, я их не вижу. Потому что сейчас появляются новые технологии, удается извлечь трудноизвлекаемые запасы, появляются новые технологии по увеличению дебета, да, по увеличению отдачи нефтяных и газовых пластов. И эти технологии, они, конечно, сильно помогают экологично, да, добывать природное сырье и максимально эффективно это делать. Спасибо тебе, ты меня лично немного успокоил. Давай, поскольку у нас рубрика про бизнес, многие мечтают оказаться именно в нефтегазовой отрасли, но очень мало тех людей, кто там оказался. Скажи про свой путь, как ты пришел к этому, как ты свой бизнес ведешь? Пришел, наверное, так же, как и все предприниматели, которые, с которыми мне приходится общаться, я их спрашиваю, а вы как пришли в свой бизнес, как ты начал заниматься, я не знаю, там... Ну, я организации мероприятий. Да, носками. Вот ты тоже наверняка там расскажешь какую-то историю, как ты где-то, куда-то попал в какое-то течение, в движение, и оно тебя вынесло, ну, а потом уже предпринимательский талант какой-то раскрылся. В принципе, все то же самое и со мной. Единственное, что я себя видел, самого, не знаю, в какой момент со мной это стало происходить, но еще в студенчестве, я как раз тоже в похожей отрасли работал. Мы занимались техническим обеспечением как раз мероприятий. А, и очень интересно. Да, очень интересная была такая часть жизни, вот, то есть я больше работал в итоге, чем учился. В тот момент я уже работал сам на себя, у меня уже был такой опыт, но потом я закончил университет, перспектив вот в этой деятельности я как будто бы не увидел, и попробовал уйти в найм. Первые полгода, как я ушел в найм, я искал, чем еще себя занять, потому что мне было настолько скучно, и настолько я в этом не видел просто перспектив. Я предлагал в то время директору компании, в которой работал, я говорю, давай вот это сделай, давай вот это. Но это все как бы не получало должной поддержки, а компания занималась изготовлением как раз металлоконструкции и поставкой этого оборудования, металлоконструкции в нефтегазовую отрасль. И, в принципе, так я и очутился в нефтегазовой отрасли сначала, соответственно, в рамках деятельности вот этой компании. Отработал я около двух лет там, и при этом параллельно у меня уже зародился свой бизнес. И развивали сначала один продукт, потом освоили другой продукт, третий, четвертый. Вот сейчас в итоге компания United Solutions, она занимается автоматизацией и инжинирингом. То есть можно сказать, что в какой-то момент его величество случай вывел меня… Как обычно. Как обычно, да, вывел меня на какую-то дорогу, но на этой дороге я нашел возможности, которые позволили мне открыть компанию, которые позволили мне найти продукты, которые нужны рынку. И эти продукты, ну вот некоторые из них, они выстрелили. Какие-то может быть там хуже, какие-то лучше. Но сейчас мы, например, выбрали рынок, который сам по себе емкий, и мы там себя комфортно чувствуем, потому что так или иначе мы можем на большом рынке взять какую-то часть объемов на себя. Понятно. Автоматизация и инжиниринг – это услуги? Это комплекс работ. То есть если брать автоматизацию, ну так же и с инжинирингом, в рамках проекта, у нас проектный чисто бизнес, в рамках проекта мы в первую очередь, ну понятно, подписываем договор с заказчиком, во вторую очередь у нас идет стадия проектирования, после проектирования идет закупка материалов, после закупки мы осуществляем сборку, сварку, там, ну все что угодно, все что необходимо, и потом поставка оборудования. Еще потом уже часть услуг – это шеф-монтаж, пусконаладка. То есть это такой комплексный проект, и договор сам по себе, он считается смешанным, там и услуги входят в него, и часть поставки. Подожди, так это трубопровод в Китае-то вы строите? Ну мы, конкретно мы не строим, есть крупные подрядчики у Газпрома, которые занимаются строительством, но мы так или иначе какие-то, какие-то части, какие-то вещи туда, может быть, да, поставляли. Ну вот точно я знаю, что там работает в рамках, там же не только строительство трубопровода, там еще очень серьезное освоение газовых месторождений идет. Вот, и в рамках вот строительства новых скважин мы, да, поставляли установку одну, которая чистила буровой раствор. Вот, и сейчас у нас тоже есть достаточно такой инновационный проект, в рамках которого мы тоже будем поставлять установку для, там, специальные растворы сейчас используются, с применением полых стеклянных микросфер. И вот этот раствор его сложно чистить, и мы вот такую установку разрабатываем, ну, по сути дела, единственное... Это импортозамещение? Ну, это не совсем импортозамещение, то есть европейцы и американцы, технология американская, называется Fishbon, они эту проблему не решили. Вот, мы сейчас делаем пробную установку, я думаю, что мы ее решили достаточно эффективно. Вы докручиваете технологию, чтобы это было уже российской разработкой? Ну, есть у технологии определенные проблемы, вот, связанные с очисткой, мы хотим эту проблему решить своей установкой. Супер, ну я... Вот, это как раз инжиниринг, то есть, если автоматизация, там, именно мы работаем с приборами КИП, с автоматикой, там, с... Потом люди садятся, операторы работают, там, с установками, с технологическими линиями, то здесь инжиниринг, это больше такое железо, собрать, там, из нескольких частей. Ну, конечно, в первую очередь это проектирование, вот, и это важно и сложно, потому что специалистов, как всегда, ну, как, наверное, сейчас в любой отрасли сложно найти. А каких тебе специалистов не хватает? Специалистов не хватает, в основном, которые могли бы совмещать в себе опыт продаж и технические знания. Таких специалистов действительно крайне мало, то есть, либо мы имеем хорошего технического специалиста, но который не понимает, что такое деньги, не понимает, где прибыль, и принимает зачастую не самое верное решение для блага компании. Или, например, менеджер по продажам, который не владеет уже техникой, наоборот, и не может грамотно как-то пообщаться с заказчиком, донести там то, что нужно, и продать продукт максимально, как бы, с высокой наценкой, максимально качественно, и так, чтобы заказчику это было интересно. Но таких же людей, наверное, не готовят, да, в высших учебных заведениях? Скорее всего, вам придется самим их готовить? Ну, дело в том, что мы сейчас пользуемся немножко плодами наших зарубежных коллег, потому что много компаний, в общем, отрасль вообще вся нефтегазовая, она очень сильно завязана на зарубежной технологии, вот, то есть, нефтепереработка, автоматизация в нефтепереработке, ну, я уж не знаю, сколько процентов, но очень много оборудования, европейского, американского, и когда вот эти компании начали уходить, кого-то, каких-то специалистов, да, у меня есть такие знакомые, кто переехал в итоге в другие страны, но большая часть этих специалистов, они освободились, и мы стараемся брать уже людей с опытом. У нас компания сейчас, она не такая большая, и поэтому мы стараемся искать людей с опытом, да, где-то платить больше, нежели пытаться там воспитывать и так далее. Такие люди есть, но HR наш, он воет, потому что очень тяжело их находить, и когда находит, у нас немножко такая полубирюзовая, да, ну, или бирюзовая, можно сказать, система управления, HR находит специалиста, мы, значит, афишируем то, что мы вот такого-то специалиста собеседуем, собирается, все, кто хочет подключиться, все подключаются, и методом простого голосования в конце мы решаем, хотим мы с этим человеком работать или нет. Иногда даже я не принимаю в этом участие. И вот когда HR подбирает этого специалиста, обычно там, ну, такие сложные позиции, как руководитель проекта, это один человек в месяц максимум она может найти с рынка, да, в свободном поиске. И вот она приводит этого специалиста, и в конце все голосуют, ну, там, либо 50 на 50, либо все против, и она каждый раз разводит руками как так. Значит, нужно дать ей дополнительный голос, чтобы она все-таки принимала решение. Скажи, как ты думаешь, Россия заменит вот те потерянные поставки в Европу на азиатском направлении? Ну, это замещение, оно уже идет. А как скоро, по твоему мнению, будет такой же объем или больше? А я думаю, что объем, он не поменялся, просто идет, ну, то есть отгрузки, они идут. У меня тоже есть определенная, ну, как бы информация на этот счет, и 100% отгрузки идут, объемы расходятся, да, учитывая то, что эти объемы сейчас немножко ниже, да, продаются, там, по стоимости, они 100% разойдутся, вот. И просто перестраиваются цепочки поставок. Где-то появляется Турция, да, где-то появляется, там, Китай, где-то появляется Азербайджан. То есть цепочки поставок, но это только вот эти цепочки поставок, которые шли через каких-то брокеров, частные руки и так далее, это только как бы маленькая доля вообще пирога. А есть такие крупные госконтракты, как контракты с Китаем, вот, которые, вот, под которые как раз строятся силы Сибири, и там объемы бешеные, они как шли, так и идут. То есть в целом, как будто бы, я думаю, что ничего глобально не поменялось. То есть так же, как у нас в автоматизации ушли поставщики зарубежные, рынок перестраивается, мы под него адаптируемся, да, применяем где-то, в том числе зарубежные продолжаем применять, потому что где-то это дешевле. Но есть и российские поставщики. Я здесь вижу другую проблему, которая, мне кажется, гораздо более важная. То, что российский рынок, и, в принципе, если исторически посмотреть, да, такие факты можно найти, что наши поставщики, они работают только на внутренний рынок. То есть какая-нибудь компания, которая заменила тот же Сименс, она поддерживается госаппаратом, соответственно, госаппарат там размещает заказы и никуда в сторону поставщик или производитель, он уже не смотрит. Вот. И когда вдруг в какой-нибудь момент, как было, да, у нас в постсоветское время, вернется вот этот поток зарубежных компаний... Да, то конкурентоспособность ниже. Конкурентоспособность ниже, потому что мы работаем только на локальном рынке. И я всем рекомендую, с кем у нас идет диалог, да, с нашими поставщиками, смотреть на... Пусть это будут третьи страны, но смотреть на весь мир. Потому что американские компании, они сильны именно тем, что они торгуют на весь мир. У них гораздо больше им не нужен только маленький кусок внутреннего, там, этого... внутренних продаж, вот, когда у них есть еще там куча других стран. И то же самое надо делать у нас. Мы пытаемся в этом направлении мыслить, пытаемся как-то туда двигаться. Вот. Ну, пока достаточно это все-таки сложно. Наш еще вопрос, который многих волнует. А Европа-то замерзнет без российских нефти и газа? Как думаешь? Ну, я думаю, что не замерзнет. Вопрос только цены. Я думаю, что цена все решает. Просто отогреется, но дороже. Да, отогреется, но дороже. Если вы следите за новостями, то ни для кого не секрет, что через Украину все так же продолжает перемещаться газ в Европу. Ну, я не знаю точно про турецкий поток. Но так или иначе, энергоресурсы, они поставлялись. То есть можно сжиженный природный газ перевозить танкерами. Никаких проблем. Вопрос цены. И здесь вопрос скорее к европейским уже покупателям. Готовы ли они платить в два раза больше? А внутри для нас ничего, по сути дела, не поменялось. Потому что растет только логистическая какая-то составляющая. А внутри России, в принципе, отрасль она просто сейчас перестраивается из-за того, что зарубежные покупатели ушли. Ты сказал, что ты многим своим партнерам, поставщикам советуешь выходить и на другие рынки, не сосредоточиваться только на российском. А сами вы думаете о глобальной экспансии? Мы думаем, да. Единственное, что, может быть, мы еще не видим продукт, который бы можно было туда предлагать. А вообще, да, думаем. В том числе мы... Ну, у нас с партнером была идея про работу через Эмираты в том числе. Ну, многие туда пошли. Вот, мы тоже пошли, сходили, посмотрели. Вот, пока сложно, но посмотрим. Может быть, в ближайшее время, в ближайший год какие-то возможности я увижу. Тут же то же самое, с чего мы начали. Видишь какую-то возможность, твое предпринимательское мышление, оно не дает тебе сидеть спокойно, когда ты ее видишь. Ты начинаешь о ней думать, начинаешь задаваться вопросом, а что, если я это сделаю? И через какой-то момент начинаешь задавать уточняющие вопросы, берешь и делаешь. Потому что возможности, они открываются, закрываются. Мы из них, да, выбираем. Но если уж ты видишь, что-то открылось, и там есть деньги, там есть твой личный интерес, там есть какие-то интересные люди, то, конечно, надо туда идти. Вот, так для нас как раз сейчас и выглядит международный рынок. Поэтому мы об этом очень много думаем и плотно. Ты не поверишь, мы навели справки. И мы знаем, что до компании United Solution у тебя был еще один бизнес, который, между прочим, в пандемию в два раза вырос по выручке. Что это было? Можешь ли об этом рассказать? Да, могу. Такая больная, наверное, для меня тема, потому что мы работали втроем, у нас было три партнера. Вот, и в один момент так получилось, что мы не смогли договориться. Вот, и, скажем так, более сильная оппозиция осталась у одного нашего партнера. В итоге мы приняли со вторым партнером решение просто выйти. Понятно. Мы просто вышли из компании. Предыдущая компания, она действительно показывала ежегодный кратный рост. Ну, наверное, просто пришло время, когда надо было. Все то же самое, только у нас там было четыре направления. Вот, мы вышли и занялись только двумя последними. Понятно. То есть первые два мы повторять не стали, у нас цели такой не было, потому что мы там осознавали, какой там рынок, какие у этого рынка перспективы, и мы сразу выбрали те направления, в которых мы видели перспективу. Удалось, да, там, тут же подтянуть несколько контрактов, вот. И благодаря этому мы, можно сказать, восстали из пепла, да, заново. То есть United Solutions – это своеобразный феникс. United Solutions, да, можно сказать, феникс в моем лице. Вот, и мы запустили, да, как новый бренд. И самое интересное, то есть вот то, что мы потеряли, да, ну, можно сказать, потеряли, ну, хотя по-разному можно относиться, но по факту приобрели колоссальный опыт. И я думаю, что если поспрашивать сейчас, да, предпринимателей из окружения, а как они начинали первый бизнес, мы услышим примерно одинаковые истории. То есть когда мы начинали United Solutions, да, у нас никого не было, было ноль человек. Первый и так. Второй. Третий человек, которого мы наняли, это был HR-директор. То есть при нормальном, как бы, построении, старте бизнеса никто не берет HR-директора. Совершенно верно. Третий человек в компанию. У нас до сих пор его нет, представляешь, у нас 40 человек. Ну, есть аутсорсинговые, да, услуги и так далее. Но мы понимали, что это суперважно, суперважно корпоративная культура, суперважно люди, с которыми мы работаем. Мы же приходим в тот же эквим за окружением, а компания, в которой мы проводим времени еще больше, да, чем там с друзьями, с семьей зачастую. Это, ну, получается важнее гораздо, да, чем там друзья и так далее. То есть ты считаешь, что корпоративная культура строится только при наличии HR-директора? Я вот здесь бы поспорил, потому что у нас его нет, у нас потрясающая корпоративная культура. Она строится на основателях, на ценностях. Нет, я так не считаю, но дело в том, что я сразу хотел, как бы, эту часть делегировать, потому что там много работы, вот, и вообще подошел к бизнесу с точки зрения, я сейчас думаю, а что я могу делегировать, вот что я могу не делать, что я могу делегировать, да, из того, что я сегодня делаю. То есть постоянно такие, так у меня появился там водитель, уборщица, помощница. То есть, в принципе, это все, раньше я себе не мог этого позволить, я не знаю даже почему. Ну, вот как-то было какое-то ограничение, было ощущение, что надо приходить, работать. Вообще, говорят, есть такая фраза, да, по-моему, кто ее сказал, Эйнштейн, да, про то, что ни одна проблема не может быть решена на том уровне, на котором она создана. И вот точно так же я сейчас подхожу к бизнесу. Мы же все любим, да, говорить, там, вот про иксы, там, про кратный рост, сейчас мы тут умножим, да, сделаем в разы больше. По факту, что нужно для этого, да, что нужно, чтобы… То есть, овладея тем инструментом, который ты знаешь, который у тебя есть, ты, скорее всего, уже что-то сделал. То есть, ты не можешь сделать больше в 10 раз. Может быть, даже в 2 раза за год не можешь сделать больше. Но когда ты отбрасываешь, там, какие-то старые свои паттерны, смотришь на вещи по-новому, пытаешься перезагружаться, самоактуализироваться, у тебя появляются шансы для того, чтобы сделать что-то действительно стоящее, что-то новое и сделать эти, там, знаменитые, да, x10. И нам это удавалось. И самая большая, наверное, ловушка, в которую я лично попадал, это ловушка отсутствия какого-то вот этого желания поменяться, да. Зачастую для этого нам нужно что? Попасть в какую-то неприятную ситуацию, да, как-то там со здоровьем какие-то проблемы, да. Взболтаться, да, какой-то стресс. Взболтаться, вот. А взболтать себя там, ну, специально как будто бы сложно. И как раз-таки многие, мне кажется, в эту ловушку попадают. И я сейчас стараюсь, то есть, ну, не доходить до этих пределов, а сразу, то есть, я вижу, все, там, добился какой-то цели, ставим следующую, перезагружаемся как-то по-другому, через путешествия, там, через общение, через какие-то другие механики, перезагружаемся, идем дальше. Мне кажется, без этого, ну, сложно себе представить какой-то длинный путь. Слушай, очень интересно, получается, бизнес, который ты сейчас делаешь, это не первый бизнес, а второй как бы бизнес, да, то есть ты, ну, я имею в виду, я еще поясню свой вопрос, получается, что бизнес, который ты сейчас ведешь, это как бы второй старт. И вот вопрос, что легче, первый старт, когда только начинаешь, или когда у тебя уже есть, и ты второй раз? Я думаю, что это даже не второй, а третий старт. Первый старт, первый мой бизнес-опыт, он у меня еще в университете появился. Единственное, там все было, да, неофициально, все было, ну, как бы небольшие суммы, но для меня, для студента тогда это было ого-го, да, то есть я там на машине ездил в институты там и так далее, ну, то есть тогда уже я как бы, ну, чем-то отличался, наверное, да, от других. Эти пробы, да, себя в бизнесе, они дают, ну, я считаю, колоссальный опыт, отличается, ну, сильно, то есть когда ты начинаешь первый бизнес, ты там весь в нем погружен, все пытаешься сам делать, думаешь, что у тебя ни на что нет денег, хотя у тебя, может быть, там денег достаточно, да, для того, чтобы нанять кого-то хорошего профессионала. А сейчас мы смотрим уже на вещи по-другому. Понятно, что эти, ну, как бы такое мышление, оно более ресурсоемкое, то есть нам надо больше тратить на то, чтобы содержать там какие-то людей, да, но при этом мы чувствуем энергию в этом и чувствуем возможность еще больше заработать благодаря этому. Опять же, те же люди, да, ну, никто не хочет работать с людьми, которые, ну, не знаю, там, не слишком активные, да, не слишком умные, не слишком вдохновляющие, вот, и мы сразу для себя решили, что мы хотим, чтобы наша команда нас вдохновляла. Это супер важно, и без этого я сейчас себе не вижу бизнес, да, у меня есть, как бы, команда топов, с которыми я с удовольствием, да, там, даже, ну, рабочие вопросы, понятно, с удовольствием просто иду, обедаю, и мы обсуждаем, помимо каких-то бизнес-задач, да, текущих, мы обсуждаем гораздо более интересные вещи, такие как мышление, вместе читаем книги, мы вместе, там, не знаю, обсуждаем, да, там, какие-то медитации и так далее, то есть для меня это полноценные, как бы, младшие партнеры, да, и я свою роль как предприниматель вижу не в том, чтобы, там, сидеть, я не знаю, в каком-нибудь CRM-системе и за всеми следить, обвешаться, там, все камерами, я вижу свою роль как наставника, да, для топов, для сотрудников, вижу себя наставником, коучем и человеком, который, за которым им интересно идти, но для этого требуется дополнительное ресурс на постоянную самоактуализацию. Сразу три вопроса у меня возникло. Первый, где, ты где-то учился тому, чтобы быть наставником и коучем? Нет, я нигде не учился, я как-то постепенно к этому пришел. Вообще, мне кажется, что в предпринимательстве ты должен пройти определенные шаги, да, ступеньки, и пока ты их не пройдешь, то есть ты, ну, не вырастешь больше, чем ты есть, но при этом кому-то удается быстро по ним шагать, да, кому-то медленнее, а кто-то вообще, там, не знаю, в 45 только первый бизнес начинает, вот, и от этого многое зависит на самом деле. Нет, нигде не учился, я просто почувствовал, что вот эта роль, вот эта роль, она сейчас для меня сегодняшнего, она актуальна, она мне отвлекается. И она гармонична, да? И она ценна для моих сотрудников. То есть у нас наши сотрудники, они по умолчанию подобраны уже те, которым интересно работать, интересно жить, да, им нравится то, что они делают, вот, и тут, как бы, мне не надо их там, что называется, пинать, да, вот эти морковки знаменитые спереди-сзади расставлять. Редактор субтитров А.Семкин